Вашего внимания, Владимир Павлович, Высыпал Панкетович. Обличный первый вопрос. Традиционный комментарий в следующей игре. Ну, считаю, что результат, который есть, да, это было по окончанию. Он, в принципе, закономерен. Закономерен, игра проходила с нашим преимуществом. Есть моменты, на которые хотелось бы обратить внимание. Начали его очень активно. То, что мы и планировали, чтобы включить максимальную скорость и попытаться забить быстрый гол. Все это получилось. В первые, в принципе, в первые 10 минут, наверное, мы должны были решать два матча. Первые 10 минут. Два момента было у Сушкина, один момент у Бирюкова, которые должны были заканчивать взятие оборотов. Но потом, ребята, наверное, где-то в подсознании появилась такая мыслишка. Закралась, что имея такое преимущество и не реализовывая, рано или поздно мы забьем. И сбросили немножко скорость, стала вольяжность, не стали проходить проникающие передачи. Слабо работали фланги середины первого тайма. Игра, собственно, такая выровнялась. Но у Курбатова не было практически ни одного момента. По второму тайму, может быть, по отношению Курбатова результат немножко многовато 3-0. Потому что у них было два реальных момента, когда очень вольяжно, при стандартных положениях играло наше оборонительное построение, скажем так. И в одном эпизоде просто Саша Кадзеров выручил, когда хороший сейф с нижнего угла достал мяч. Забей Пурбатова в этот момент гол, как было в Кубке игре, когда мы ввели 2-0, играли с преимуществом. Пропустили гол и пошли качели. И здесь могла быть такая ситуация. Ну, благо то, что уже добавленное время Санико забил третий мяч. Я думаю, может быть, по счету немножко несправедливо по отношению к сопернику. А по игре и потому, что мы владели ситуацией, игра была под нашим контролем. Считаю законодательный результат. Ну, результат, конечно, неутешительный. По игре первый тайм, можно так сказать, нам не удался. Были в большей степени мальчиками для битья. Второй тайм лучше. Опять же, не настолько, чтобы, наверное, заслужить победу. Могли при счете 2-0 выглядеть два момента. Потому что была такая игра, что все может перевернуться. Забить головой Беловаев рядом и Смирнов с близкого расстояния. Может, могло все перевернуться. Ну, в общем и целом, конечно, факел превосходил нас. И добавить особо нечего. Наша команда, ребята, могут поблагодарить за старание. За старание. К сожалению, опять на те же дабли наступаем. Допускаем грубые ошибки. Причем в самом начале матча. Здесь, конечно, сразу давать фору. Такой играющей и опытной команде. Потому что не хотелось бы там кивать, навигать. Но, наверное, для многих из них это... Через такие игры, наверное, они и будут расти. Потому что такое сопротивление, такой уровень игроков, факела. И, конечно, здесь для них в дальнейшем наденьте, что они будут прибавлять вот именно через такие игры. Потому что многие игроки у нас... Кто-то выступал там не КФК, кто-то был во второй лиге. Игроков, которые поиграли в ФНЛ. И там, пример лиги. Которые я имею в виду в том, что имеют опыт. Опыт таких игр. И это, как бы, видно неваженным глазом. У нас, как бы, этого нет. Нет. Те игроки, которые, может быть, должны быть лидерами, пока не являются таковыми. Поэтому вот так все и произошло. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова